МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на своём в прямом эфире. Меня зовут Александра Аслабадская. Здравствуйте. И вот о чём расскажем в этом выпуске. Исторический день плюс 4 субъекта. И 7 миллионов россиян, как на Ставрополье, встретили новость о присоединении новых регионов. Проверка цен и наличие. Краевые депутаты выехали в специализированные магазины. Подробности в сюжете Анастасии Зубрицкой. Замещаем импорт силами собственной науки о достижениях ставропольских студентов. Смотрите в сюжете Виктории Шкальной. Жара в октябре. Подробнее о погоде в конце выпуска. Исторический момент для нашей страны. В Кремле президент Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо подписали документ о принятии регионов в состав Российской Федерации. Накануне прошли соответствующие референдумы. Большинство участников голосования высказались за эту инициативу. И теперь территории вошли в состав нашей страны на правах новых регионов. Перед подписанием соглашений Путин произнес речь в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Президент заявил, что все разрушенные города и поселки восстановят. Будет развиваться инфраструктура, промышленность и система здравоохранения. Также Путин призвал Киев сесть за стол переговоров, но подчеркнул, что выбор, сделанный территориями, Россия обсуждать не будет. За большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, то, что Россия, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание. На церемонии в Кремле присутствовал и губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. В своем телеграм-канале он поздравил граждан четырех территорий с вхождением, цитата, «в большую российскую семью» и поделился видео из зала. На Ставрополе развивают систему борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров на совещании уже в правительстве региона. Необходимая для этого инфраструктура у края есть. В этом году открыли центр амбулаторной онкологической помощи в Ясентуках. Такие же медучреждения действуют в Буденовске, Ставрополе, Невиномысске и Кисловодске. Помимо этого центры онкопомощи продолжают переоснащать. В этом году закупили шесть единиц тяжелого оборудования. В планах еще 26 до конца года. В крае также растет количество ставропольцев, которые проходят профосмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную. В каких бы условиях мы ни работали, все-таки сбережение народного населения сегодня это основная наша задача. И в общем-то, если вы посмотрите, все национальные проекты, которые мы сегодня исполняем, направлены на одно. На то, чтобы в России увеличилось количество жителей. Некоторые ставропольцы пожаловались в интернете на подорожание военной амуниции. Эти обращения дошли до краевых депутатов и общественников. Они организовали рейды по спецмагазинам, чтобы проверить, что творится с ценами. Действительно ли они взлетели? Анастасия Зубрицкая посмотрела. Заметили ли вы рост цен в специализированных магазинах? Я первый раз здесь. Мы пока нет, но наши сыновья ходили, говорили, что цены поднялись. Они сейчас у нас в части находятся. Но говорили, что цены на самом деле дорогие по сравнению с тем, что были. Заметили ли вы рост цен в специализированных магазинах? Я нет. Конечно, конечно, девочки. Для нас, пенсионеров, все подорожало. Заметили ли вы рост цен? Да, заметили. Что подорожало? Все. Перцы, костюмы, что нужно в армию, все подорожало в два раза. Подорожало ли и на сколько решили проверить краевые депутаты. Они разделились по рабочим группам и поехали в спецмагазины. В списке 9 востребованных товаров. Внимание к ним. Вот это 1199. Резкого роста цен отмечают в первом магазине, но товары не было. То есть, конкретно сейчас цифры, что там было на 10, на 30 процентов, я вам не могу сказать. Мы некомпетентны. Еще один профмагазин о сложностях продавец заявляет буквально с порога. Дефицит есть очень большой. Вот про дефицит я вам готова рассказать. Ребята ищут сами. В спальные мешки до 15 градусов. У нас вот сейчас стоит вот такой, в 0 градусов, он никому не нужен. В нехватке отметила сотрудница магазина и товары для оказания первой медицинской помощи. И это, конечно же, обусловлено большим спросом. Несмотря на то, что амуницию мобилизованным предоставляют, многие перестраховываются и стремятся обеспечить необходимым себя самостоятельно. Мы не можем сказать семьям, не идите. Да, им, естественно, дается экипировка и все. Но это нормально. Это нормальная наша жизнь, что семьи будут все равно стараться помочь. Помочь мобилизованным поручил и губернатор Владимир Владимиров. Законопроект, инициированный главой региона, утвердили на заседании Думы Края. Мобилизованные ставропольцы получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Да, сейчас, вот буквально вчера мы приняли закон о социальной поддержке мобилизованным членам моих семей. Определились с понятием добровольца, уравняли в правах добровольцев и мобилизованных людей. Вот в предыдущем магазине, собственно, мы спросили, что, как нам сказали, даже сумма сверх той, допустим, на какую сумму люди закупаются. Роман еще не получил повестку, но уже активно готовится к мобилизации. У меня как бы все есть, и снаряжение, и задержка амуниции. И сейчас меня вопрос интересует приобретение зимнего комплекта поддержки, ну, в частности, куртки. Меня интересует куртка зимняя, да. Молодой человек не сомневается в том, что ему выделят все необходимое, однако решил приобрести то, в чем считает ему будет комфортнее. Я знаю, что есть некоторые производители снаряжения, одежды, которые по качеству лучше. Теплее, влагозащита, ветрозащита, легче, при намокании, удобнее, не стесняет движения. А это все очень важно при выполнении тех или иных боевых задач. Параллельно с депутатами свой рейд по спецмагазинам организовали эксперты ОНФ. Ну да, скажу так, очень много всего не хватает в плане одежды особо, потому что мы работаем на сегменте выше среднего, то есть ниже не опускаемся, поэтому такой сегмент очень долго приходится ждать. Поэтому у нас очереди большие у производителя на такой сегмент одежды и снаряжения. Но стараемся, в основном, 90% наверное, все-таки мы выполняем свои общественные нагрузки для того, чтобы помочь нашим ребятам. Они уже заказали те позиции товаров, которые закончились. Подорожание не будет, вот это самое важное. На помощь в магазин пришли и волонтеры, в том числе те, кто участвовал в специальной военной операции. Они подсказывают покупателям, что, по их мнению, действительно может пригодиться. Очень востребованы кровоостанавливающие средства, жгуты. То есть те жгуты, которые нам выдают, они не годятся, рвутся. Резиновые жгуты. И в некоторых видео говорили по поводу применения автомобильных аптечек. То есть на мобилизационных пунктах это полный бред, полная чушь. То есть здесь нужны специализированные, хорошие, крепкие материалы и прочее. Обошли общественники и аптеки Краевого центра. Проблемные позиции как раз жгуты. Жгуты, они закончились и ждут, приобретали жгуты. А так препараты, например, обезболивающие или обезболивающие, они, наличие есть, недорого. Йод, зеленка во всех аптеках есть, тоже цена приемлемая. За один день только депутаты обошли десяток магазинов. Итоги такого рейда подведут в ближайшее время. Мы проанализируем, у нас несколько групп работают. Дефицит, со слов и собственников, и менеджеров магазина присутствует. Это, я думаю, в какой-то степени естественно. Но предварительно то, что у людей есть понимание, что это не какое-то средство наживы, а люди совершенно выходят уже на другие рамки понимания. Мониторить цены и наличие товаров, которые пользуются спросом среди мобилизованных, депутаты и общественники продолжат и дальше. А вместе с ними за ситуацией на полках в спецмагазинах будут следить Анастасия Зубрицкая и Олег Байкулов в Ставропольском телевидении. На Ставрополье студенты собственными силами замещают импорт. Начинающие селекционеры на опытной станции восстанавливают семенной фонд страны. Сейчас молодые специалисты работают с ростками земляники. Путь от клетки до ягоды проследила Виктория Шкальная. На данном этапе у нас проходит размножение подвоев. Я их размножаю, то есть отделяю каждое растение. Елизавета с растениями на «ты» с детства. Свободное время будущий агроном часто проводила в семейном огороде. Любовь к биологии и привела в профессию. В школе я долго думала, кем я хочу стать. То есть на какое направление поступить. Это могла быть экология, природа пользования, но я выбрала агрономию. Это очень интересно. В школе я сдавала биологию. Мне очень нравился этот предмет. Я его сдала на высокие баллы. Уже сейчас Лиза полноправный работник лаборатории сельскохозяйственных технологий. Она и другие студенты трудятся над созданием семенного фонда не только края, но и всей страны. Благодаря, скажем так, сложившейся ситуации в стране в последнее время, Европа нам больше не помощник. Соответственно, для этого и была создана эта лаборатория. То есть в полном цикле провести импортозамещение интересующих наших сортов. Лиза и ее коллеги-студенты способны проработать путь от клетки до готового посадочного материала. А практические знания уже позволяют стать на шаг ближе к разведению собственных сортов растений. Дома не пользуются моментом? Скажешь, ну дочь все умеет, может и в огороде? Конечно, пользуются. Я же уже агроном, как они считают. То есть я уже и на огороде работаю, и в садах. Это очень интересно. Родители довольны. Аграрная сфера сейчас перспективная и востребованная на Ставрополье. Этот сектор постоянно развивается, а значит и нуждается в специалистах. Спрос на наши специальности возрастает, и заинтересованность молодых людей после окончания школы тоже растет. Соответственно, мы как университет стараемся проводить также курсы, разъяснительную работу в школах для привлечения. Как можно раньше студентов пытаются привлечь к практическим работам. Так в этой лаборатории молодые агрономы уже выводят новые сорта, перспективные для юга России. Сейчас особое внимание уделяется землянике. Ее здесь уже 16 видов. Это первый этап. Клетки непосредственно только начинают делиться, и это микрозародыш получается. Если мы будем смотреть дальше каждую стадию, то мы можем наблюдать постепенный рост растения. В такой световой комнате подготовленные студентами растения из группы клеток вырастают в зародыши. Там же они укореняются в специальной питательной среде. Ну а после молодые агрономы перемещают их в грунт. Мы видим непосредственно растения после того, как они были отмыты и перенесены в тепличные условия, то есть высажены в кассеты. Теперь в планах у начинающих ученых лишь увеличивать объемы разведения и выводить новые ставропольские сорта. А в этой теплице работа студентов заканчивается. Эти готовые ростки поступают прямиком для посадки. И уже совсем скоро Лиза, как и все ставропольцы, смогут попробовать землянику, выведенную нашими студентами. Виктория Шкальная, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Больше всего мне нравятся два момента. Это вот такое полное погружение в профессию, даже когда еще нет диплома, но есть возможность помогать краю и стране. Ну и второе важное. Мы точно не останемся без грамотных специалистов в полях и теплицах в будущем. Такими были главные события дня. Больше новостей ищите на нашем сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь. А в студии была Александра Злободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на понедельник, 3 октября. Новую трудовую неделю начинаем с такой себе погоды. На минувшей неделе было ясно, и ясно закончилось вместе с теплом. Ставрополье плюс 19, и небольшой дождь в изобильном без осадков, но зато ветер слабый, не выше 2 метров в секунду. Световой день 11 часов 39 минут, магнитное поле спокойное. На курортах погода предсказуемо так себе. Облачно с прояснениями и не выше плюс 21. Небольшой дождь в Железноводске. На севере и востоке края верно тоже похолодание. Пасмурно, без осадков и слабый ветер. Ипатово плюс 21, Нефтекумск плюс 24. На сегодня о погоде все. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok